Большой ром! Давай-ка, прыгай! Пам-пам, в небо потолок Сколько будет в землях кружить Сколько будем-будем жить Днём рождения Успеха, радости, весенняя Любви, желание, исполнения Вот к этим, вот к этому Миллионочек лет Днём рождения Любви, тяго, окружения привет мои дорогие сегодня мы поздравляли юлю с днем рождения на набережной увидели или увидите потом не знаю как я поставлю это видео в начале или в конце кадр а сейчас я прибежала с йоги и быстро оставила хачапури уже видите оно готовое для моего мужа так как пришел его друг поздравлять мы разрежем торт все на этом будет такое наше дружеское день рождения а потом не знаю как спланирует мой муж такое обалденное вышло посмотрите такой счастливый пришла с йоги и снова с песнями с музыкой колонку включила бегала по квартире он так прыгал как ребенок радовался очень мой муж и этот день рождения точно никогда не забудет он столько плясал пошла-ка я кормить гостя хороший друг с подарком пришел даже без подарка мы принимаем это неважно вот сейчас я буду зажигать друзья мои но мой муж не хочет сниматься сказал не надо говорить мне снимать поэтому вы не увидите как он задувает свечи что сделаю я ничего не могу сделать это право его поэтому мои дорогие друзья я вам расскажу как все будет покажу главное да и на вкус расскажу понравилось или нет будем с вами болтать обсуждать а самое главное чего там и не горит все горит ёпошла Субтитры делал DimaTorzok 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 Действительно я очень устала, потому что вчера легли в 3 часа, и в 6 часов я встала на йогу, потом хотела же с девочками встречались, сделали йогу, бесились там, пришла домой, быстро хачапури, вся в движении уборка, как всегда такая легкая. Вдруг посидел час и просто легла рядом с мужем, и я заснула. Да, мои дорогие, я заснула, посмотрите, я такая без косметики, после душа не докрасилась, как-то изменились планы, вообще мы с мужем по-другому хотели отметить, но все изменилось. И такая вот именно у нас хорошая обстановка, без алкоголя, без ничего, не знаю, что будет потом, но, наверное, не будет ничего. Но я устала от веселья, недавно же была на пикнике, если честно, устала, хочется такого уюта, я такая по себе, в последнее время стала домоседкой, можно так сказать. Вот чуть-чуть пообщаюсь, а там три-четыре, три часа, для меня это очень достаточно. Сейчас проснулась, куча было звонков, мой муж даже меня не разбудил. Внуки, Мари, Деми, Ирмочка поздравили Ашкима на английском хэппи бёздэй, такие они сладкие. Деми, дочь сказала, на три месяца приезжает в Турцию, к другой бабушке. Я пока ничего не могу сказать, что как будет, немножко у меня другие планы на это лето. Посмотрим по ситуации, как и что произойдет, как все будет. Какая-то я такая была там в том углу белая, страшная, без косметики, страшная я, страшная. Зато смотрите, какие у меня губы. Ничем не накрасила я губы, вот ж такой перманент. Он не увеличивает губки, просто он придает свет, мои дорогие. Ботокс я бы не захотела. И вот так вот год-полтора, разве не классно? Но потом, конечно, может быть и стрелочки сделать, может быть, не знаю. Но планирую в ближайшем будущем бровки обязательно, потому что все-таки вот эта краска, когда, да, красим мы, это не то. Оно все равно через какое-то время краска уходит. Что-то я такая бледная, мне аж неприятно на себя смотреть. Что-то пойду переодену другое. Все-таки знаете что? Я решила привести себя в порядок накрасить, да? Когда накрасишься, совсем другое дело. Кстати, я купила вот эту тушь в последнее время. Были две туши. Видите? И в руше, и вот такая вот, я что говорила, очень довольная была. Но у меня 6 месяцев были накладные ресницы, я ими не пользовалась. И когда я сняла эти ресницы, открыла, они чуть-чуть у меня подсохли. Хотя они были почти новые. И знаете, что мне сказали, нужно было добавить мицеллярную жидкость. И она будет такая же, чуть-чуть подсохла. Ну, в принципе, ресницы, конечно, пострадали, повыпадали, короткие стали. Нужно время, чтобы они восстановились. Я попробовала, мне было интересно. Ухаживать за ними трудно. И потом, конечно, восстановление тоже. Длительная процедура. Я когда была в этом магазине, покупала мужу подарок. Кстати, я купила ему, сейчас покажу. Я там увидела вот такой вот очень вкусный запах, очень классный. Я просто рекомендую. Это один из самых лучших парфюмов. Он стоит 150 лир или 120, я кажется, заплатила за вот такой сет. И то нашла. И был последний. Его начальная цена 240. Очень хороший. У моего мужа был такой синий. В этот раз я купила красный. Обалденный запах и долгий, и очень стойкий. У него есть вот, я ему покупала. И вот такой вот у него есть парфюм, очень хороший, разливной. Я из Батуми привозила. Но это жалко каждый день, да. А это на каждый день хорошее. Так что я вам, о чём я вам рассказывала. И я купила также подарок для мамы. Но потом покажу вам. Неохота сейчас уходить. Я его спрятала уже. Я постепенно собираю посылку. Купила себе тоже гарнир. Как раз же там скидки были. 50% если покупаешь 2 что-то. Антиперспиранты. Не знаю, видите, ресниц нету. Такого эффекта не особо. И что будем лечиться. Ну так вот, я вот эти туши у меня почти испортились. И я им вернула жизнь, но не была довольна. И я куда-то собиралась, и эти туши засохли. А для дочери я купила вот такую тушь. Вот такая кисточка у неё. С одной стороны его для нижних ресниц, а это верхняя. И мне пришлось её открыть, чтобы нам сделать макияж. Ну, чтобы я такая была довольна, не знаю. Потому что она ресниц нет. Ну вот смотрите, мои губки Мэйди. Видите, они какие яркие. Я ещё ничего не накрасила. Вот я просто беру блеск для губ. Гигиеническую помаду сейчас дома. И нужно мазать. Посмотрите, какой яркий эффект, а? Перманент. Перманент, девчонки, делайте. Советую. Опять у меня, снова у меня такие домашние блоги, которые, может, не всем нравятся. Но кто не нравится, не смотрите. Я в основном для моих дев, подписчиц, которые ждут меня с нетерпением. Мои каждодневные влоги. Так, мои дорогие, что я хотела бы вам сказать. Вот так я выгляжу. И пока я там готовила ужин, вы видели, мой муж заснул. Ну, пускай чуть-чуть поспит, он тоже не спал, в принципе. И вот я такая красивая выйду, буду с ним ужинать. О чём бы я ещё хотела с вами поговорить, мои дорогие? Эта женщина, которая навязывалась подруге, она мне всегда подкалывала, какая же ты успешная, в какой ты квартире живёшь, а какая квартира у твоей мамы, ужасный подъезд, ты бы ремонт сделала в подъезде. А сколько она мне гадостей писала на протяжении этих лет. И почему ты, говорит, приглашаешь бизнес, обман, лохотрон, как же ты живёшь? И почему ты своего мужа не подключила? Вот скажите мне, пожалуйста, вы разумные зрители, я уверена, по ту сторону экрана. Если вы работаете инженером, вы берёте своего мужа и детей на свою работу. Если вы работаете менеджером какой-то компании, вы тоже. Если вы работаете врачом, вы тоже берёте мужа и детей, чтобы они работали вместе с вами. Это моя работа. Я, например, никого не призываю силой. Я в этом бизнесе четвёртый год, и он мне даёт возможность зарабатывать свои деньги. Какие бы ни были деньги, но они мои личные. Я другого заработка здесь не вижу в Турции. Я не говорю, что я миллионерша. У меня есть инвестиции. Когда наша компания выйдет на биржу, я смогу продать. У меня какие-то будут мечты исполнены. Я хочу купить квартиру в Батуми, вы сами знаете. Это в ближайшем будущем. Это не завтра, это не сегодня. Потому что они растут, мои бумаги. У меня есть надежда на что-то, что когда-то моя мечта сбудется. А сегодня я зарабатываю иногда много, иногда мало, иногда вообще не зарабатываю, потому что это зависит от моей активности. Ведь любая работа и заработок зависят от активности. Но я могу расслабиться. Я не подчиняюсь никому. Я с утра не ухожу и не сижу целый день там на кого-то работая. Вот в чем прелесть сетевого маркетинга, сетевого бизнеса. Но у меня зато есть какая-то копеечка своя. Я знаю, что у меня какой-то заработок есть. Миллионы даже ни у кого сейчас нет. У какой кризис в стране. Все выросло во много раз в Турции. В Турции стало сложно жить. Я не миллионерша. У меня нет в квартире ремонта. Я не оправдываюсь перед вами ничего. Мы есть, какие есть. У нас другие планы на квартиру. Поэтому мы, дай Бог, в ближайшем будущем что-то будем менять в своей жизни. У меня свои планы на будущее. У мужа другие планы на будущее. У нас совместные есть какие-то планы. Я не занимаюсь показухой. Я средний, средний человек. Я не миллионерша и не богатая. Но я в чужой стране зарабатываю хоть какие-то деньги. И очень много не усердствую. Вот что я хочу донести до вас, мои дорогие. Некоторые тоже, не только она, и многие подкалывают меня. Развод, обман. Но не верите, не верьте. У меня сейчас это единственное. То, что я опираюсь на что-то, на будущее, ближайшее, хорошее. И на сегодняшний день тоже. Поэтому какая есть у меня квартира, я вам показываю. Я такая, как есть. Я не показушница. Да, я, может, хочу очень красивую квартиру, хороший ремонт, быть королевой, выпендриваться. Но то, что есть в жизни, то есть. То, что я делаю собой. И то, что муж мне помогает, смотрит. Такие мы есть люди. Поэтому кому нравится видео моих, кому нравится моя жизнь такая, пожалуйста, я от всего сердца приглашаю на свой канал. Ну, кому не нравится моё настроение, хорошее, плохое, ну, пожалуйста, насильно, мил не будешь. Всё, мои дорогие, ужин готов. Поэтому я иду будить своего мужа, нарезать салатик, и будем ужинать. Спасибо вам за сегодняшний вечер, что вы были так долго со мной. Да, там висит моя карта желаний, которая уже начинает исполняться почти. У меня было 30-40%, а сейчас вот такая покажу вам со стороны. Но увы, я не делала. Мы с мужем решили, что мы сегодня никуда не пойдём, проведём день рождения дома. Мы решили скромненько отметить день рождения дома, сделать всё своими руками. Мой муж этого достоин. Да, мой муж этого достоин. Я целый день дурачусь и его поздравляю. И сейчас тоже буду будить. Кстати, ночью, когда я его поздравила вчера, наверное, час или двадцать минут, час двадцать играла музыка. Мы зажгли свечи другие. У меня был чуть-чуть коньяк такой. Нас угостили давно. И мы по две рюмочки с ним выпили. Вот мы и отметили ночью до трёх часов. Мы столько смеялись, танцевали с Ашкомом. Он так резился. Я думала, у него сердце остановится. Он столько прыгал. Даже штан не потерял. И мне кажется, я сделала ему праздник. Всё. А сейчас я буду продолжать делать ему праздник. Кормить его. Он очень любит кушать. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ада.